Праздничный день волонтерский центр областного управления МЧС стал площадкой для торжественного награждения, разделенного организаторами на два тематических блока. В рамках первого были отмечены самые талантливые ребята региона, принявшие участие в 20-м юбилейном конкурсе спасателей глазами детей. Глазами детей они пристали мужественными, храбрыми, самоотверженными, готовыми прийти на помощь в любую минуту. Награды юным дарованиям вручал начальник областного управления МЧС Константин Шершунович. Я нарисовала пожар, там дома были пожар, там две пожарные машины приехали, тушили эти пожары. Я нарисовала рисунок «Опасное селфи» с помощью грантажа, это очень интересно, мне, конечно, помогали, но немножко объясняли, что нарисовать, и этот рисунок я посвятила своему папе. На юбилейный творческий конкурс было подано порядка 800 работ, внушительная цифра. Ребята попытались не просто отразить свое отношение к службе МЧС, но и продемонстрировать уровень знаний по основам безопасности жизнедеятельности. Эта работа, она ассоциируется с огнетушителем, но этот огнетушитель, он необычный. Он как бы рассказывает всем, что не надо делать, как бы играться со спичками. Конкурс «Спасатели глазами детей» – проект международный. В 2018-м в нем приняли участие и школьники из Украины. Подарки для ребят-победителей будут переданы через консул этой страны в городе Бресте Анатолия Диденко. Не менее торжественным был и второй блок праздничных мероприятий – награждение редакции, коллективов, журналистов, активно развивающих в своих изданиях на страницах газет, в эфирах радио и телевидения, тему безопасности жизнедеятельности. В числе дипломантов конкурса СМИ – редакция телекомпании «Бук-ТВ». Большая копилка наград пополнилась дипломом первой степени в номинации за оперативность и объективность, а также личной наградой для оператора студии Эдуарда Бакуновича. Сотрудничество областного управления и творческого коллектива «Бук-ТВ» началось много лет назад. Сегодня, кроме сюжетов новостной программы «Бук-Информ», в эфир выходит совместный проект «101 на связи». Пять тематических рубрик, в рамках которых раскрывается многогранная сущность службы сотрудников МЧС. И это только одна из ступенек творческого пути. Чем дальше, тем интереснее. Могу сказать только одно. ВИВАТ «Бук-ТВ» – это очередная наша награда, это очередная наша победа. Победа всего коллектива, победа всех корреспондентов, всех операторов, режиссеров монтажа. Это сделали мы в очередной раз. И я надеюсь, что такое отношение специалистов, сотрудников МЧС к «Бук-ТВ» будет продолжено, поскольку наши ребята отдаются своему делу всей душой. Я надеюсь на это. Для наших гостей и для моих коллег это было очень теплое такое, доброе, хорошее мероприятие. На самом деле приятное, потому что мы сказали друг другу слова благодарности за взаимодействие. Вы замечательно работаете. Мы потихонечку к этому уровню подтягиваемся. Наши дети, какие они молодцы, какие они умнички. Действительно, 800 работ поставлено было на конкурс. Это огромнейшее количество. Вот сразу сколько детей вливаются в тему безопасности жизнедеятельности. Это нормальный процесс. Мы его непременно будем совершенствовать, расширять, чтобы польза от этого была еще более существенной. Продолжение следует...